Приветствую вас, я постараюсь ответить на вопросы, которые вы задаете, на вопросы, которые вы задаете, а после я дам вам некоторые комментарии по поводу вашего текста в целом. Значит, поведение парня связано с тем, что он не уверен в себе. Поведение парня связано с тем, что он боится, возможно, остаться один, боится быть брошенным, боится, что вы будете с кем-то другим, боится измены и прочее, 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 прочее. Вот. Поведение парня связано с тем, что человек, возможно, преследует некое такое чувство собственничества. То есть, вот, для него важно чувствовать, что вы рядом, что вы под боком, и, соответственно, он не доверяет вам. Здесь, возможно, и зависть в некотором смысле слова, потому что вам где-то весело, а он не рядом, и, соответственно, мужчина думает, вот, а мне почему не весело, ей весело, а мне нет. То есть, это, короче, вот такая история зависти может быть. С другой стороны, мужчина, опять же, как я уже сказал, не уверен в себе, не уверен в своей ценности для вас, и из этого прямо вытекает то, что, когда вам весело без него, он считает, что вы можете просто посчитать более привлекательным, как раз таки, пребывание без него, чем с ним, потому что без него вам весело. Вот, ну, понятно, что здесь история связана тесно с тем, что мужчина, людьми, не имеет какой-то своей глобальной цели, не имеет какой-то своей жизненной общей направленности, и это тоже существенно усложняет его возможности по переживанию того, что вы где-то веселитесь. С другой стороны, я не очень понимаю, по каким причинам вы не ходите вместе, то есть, если у мужчины какие-то дела, это одно, но вы не написали, что у него дела, и здесь, на самом деле, не очень понятно, почему вы не ходите вместе, какие объективные причины для того, чтобы не ходить вместе куда-либо. Как найти выход из ситуации? Освободиться от чувства вины, на самом деле, которое вас... Эм... 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 Делать это, значит, что вы сомневаетесь в том, что хотите, значит, что вы сомневаетесь в том, что поступает правильно, а это значит, что вы не очень уверены в себе и в себе. Вот. Ну и рассмотреть, эм... 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 вы делаете то, что хотите, то получается, что вы считаете, что вы поступаете правильно, но до конца принять эту позицию не можете, там, опять же, по каким-либо причинам, по каким-то причинам, и мне кажется, что вот на этот момент, на эти факторы нужно обратить самое пристальное ваше внимание, потому что именно они мешают вам, собственно, определиться с вашей линией поведения, вот. Ну и, надо сказать, что очень важную роль играет то, как вы относитесь к мужчинам, потому что, если вы, к примеру, относитесь к мужчине хорошо, то есть позитивно, если относитесь к мужчине, если у вас много общего, если у вас есть чувства друг к другу, если у вас есть точки соприкосновения друг к другу, вот, то это одно, в этом смысле, в этом случае все здорово, все хорошо, все великолепно, все шикарно. Но, если нет, если у вас нет таких точек, если вы вместе и вас достаточно мало что связывает, то я боюсь, что проблемы, они будут шириться, они становятся, будут все более болезненными, потому что человеку будет все сложнее преодолеть вот то, те чувства, которые у него есть, потому что вы берете на себя ответственность за них, вот, такая вот история, поэтому какого-то классического, какого-то такого единственно правильного выхода здесь, конечно, не побить не может. Это зависит от того, что вы считаете правильным для себя, то что вы считаете естественным для себя, если вы считаете естественным для себя одно поведение, например, то это один расклад, если другое поведение, то другой расклад, но чувство вины так или иначе оно вам мешает. В первую очередь вам необходимо освободиться от них, освободиться от чувства вины для того, чтобы действовать более свободно. Вот. И тогда уже, я думаю, вы сможете для себя определить и решить, что же вы хотите и что же для вас вообще, говоря, важно. Вот. Примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопросы, которые вы задаете. Так, значит, встаю в отношениях, пишите вы о спарне, два года. Тут у нас начались разногласия, из которых выхода мы не видим. Но, опять же, кто мы, да, то есть, если вы не видите выход, то вам вдвоем нужно обращаться к специалисту, вам вдвоем нужно обращаться к психотерапевту. Кстати, такая, когда я хочу веселиться, мой партн начинает сильно переживать, мне кажется, что бесит осталось, что он у нас не весел где-то, а он сейчас не рядом. И что? Кстати, вот у этого есть, ну, несколько, несколько дальнейших развитий. То есть, это может быть как, я уже сказал, ревность, например. Это может быть как, я уже сказал, некоторый, допустим, страх потерять вас. Это может быть зависть. Некоторая, некоторая зависть это может быть. Это может быть что ты решил. То есть, вот так просто, ну, так просто вот сказать, что я бесит, потому что тебя там, грубо говоря, нет рядом, да, ну, это довольно такая поверхностная история. Потому что нужно все-таки что-то такое более, ну, более, более корректное, что ли. Понимаете? А вот. А так получается, что человек просто вот вам что-то сказал, так получается, что человек просто вам сказал и все. А почему это вообще не понятно? А почему его бесит? Вот. Кстати говоря, вот в контексте ссор, в контексте ссор, вы можете почитать в интернете про психологическую игру скандал. Вот. Тоже для себя, я надеюсь, какие-то вещи полезные вы извлечете. Так, эээ, значит, мне весело где-то так. Из-за этого я не могу расслабиться на таких мероприятиях. Постоянно последует чувство вины, как только ссоры. Ну, вот тут нужно, конечно, разобраться, как чувство вины у вас прорастает в ссору. То есть, эээ, как это просто? То есть, вы начинаете злиться, ну, вы начинаете злиться, к примеру, на, допустим, ну, допустим, вы начинаете злиться на него. Допустим, допустим, вы начинаете злиться на человека. За что вы начинаете злиться на человека? Ну, конкретно. Вот. Это было бы неплохо понять, неплохо было бы в этом разобраться. Потому что от этого зависит, ну, наверное, очень много. Как чувство вины у вас перерастает в злость, например. Ну, когда это будет понятно, тогда вы сможете уже с этим что-то сделать. Так, эээ, скажите, пожалуйста, с чем связано поведение парня, когда эти выходят из такой ситуации. Нормально, Анастасия? Вы задаете вопрос, да, с чем связано такое поведение парня, но при этом гонорируете то, что у вас есть чувство вины. При этом вы гонорируете то, что ссоры прикладываете, ну, как бы, руку и вы в том числе тоже. Вот. Поэтому, не про парня, не про парня здесь уместно спрашивать, а больше про вас. Про вас, про ваши чувства, про ваши эмоции, про ваши переживания. Вот. Не про парня. Парню нужно самому решить свои проблемы. Если, как бы, если, если вы будете пытаться решить его проблемы, проблемы вот именно парня, да, то я боюсь, боюсь, что ничего не получится хорошего из этого спроса, в принципе. Вот. 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 Как бы, вот, ну, как-то, как-то так. Как-то так можно вам, наверное, ответить на вопрос на вас, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вы извлекли для себя выводы какие-то, извлечете, точнее, для себя какие-то выводы. Вот. Я надеюсь, что вы примите, ну, вот, примите, ээээ, к сведению то, что я сказал, потому что это очень, очень важно, это очень, все очень важные моменты. Вот. Я надеюсь, что вы для себя их, ээээ, ну, я надеюсь, что вы для себя их, ээээ, примите, я надеюсь, что вы для себя их учтете обязательно. Вот. Вот. А, чтобы потом, ну, чтобы, ну, в дальнейшем уже, уже иметь возможность, да, как-то вот это корректировать, эээ, и регулировать. Вот. Я надеюсь, так произойдет, эээ, вот, в эээ, ну, в будущем, надеюсь, так случится. Вот. Ну, а пока что, пока что, исходя, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод, ээээ, только вот примерно такой. Вот. То, что, если вы чувствуете вину, если вы ее ощущаете, то мужчина почти всегда, ээээ, будет, эээ, думать, что он прав. То есть, вот, чувство вины, оно, как бы, ну, оно подтверждает, оно подтверждает. То, что, эээ, ну, что-то человек думает, что-то человек считает, то, что человеку кажется в этом смысле. Вот. Так что, примерно, примерно, такой можно вам дать ответ. Вот. Я надеюсь, что это было полезно вам. Если бы понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А, желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что каждый из вас обратится к психологу для работы со своими проблемами, потому что у каждого из вас они есть. Итак, спасибо. Продолжение следует...